Подзаголовок. Вопрос, стоит ли трогать стариков, срывая их с места, где они прожили всю свою жизнь. В девяносто первом из Баку уехали все наши. Дядя Гриша с Розой Григорьевной уехали чуть раньше, а за ними Лопатухины и Дубровины. В Израиле все пошли в Ульпан, потом поступили учиться, а Марик — работать. Миша Дубровин почти сразу после Ульпана начал преподавать математику в школе, а Изя, как пенсионер, получил возможность работать в технеоне на добровольных началах. Белла и Нонна, как это было широко распространено тогда, подрабатывали уборкой и уходом за стариками. В Израиле не стеснялись никакой работы. Но Белле было обидно, что ее знания и ученая степень — кандидата технических наук, не нашли здесь применения. Вначале все приехали в Кварсабу, где тогда жили Буба и Рива Таубины. Потом разъехались. Лопатухины в Нацрад Элит, Дубровины в Шамрон, Самарию. В 92-м, примерно через год после приезда, умер дядя Гриша. У него были проблемы с кишечником еще в Баку. Помогала гранулированная пчелиная пыльца, и мама каждый раз привозила ее из Краснодара. В Баку ее почему-то не было. Рак обнаружили только в Израиле. Он был уже на поздней стадии, быстро развивался, и остановить его не удалось. Похоронен он на кладбище в Кварсабе. Так что последний раз я виделся с ним, когда мы окончательно покидали Баку в 90-м. Роза Григорьевна пережила его на несколько лет и похоронена там же. Вопрос, стоит ли трогать стариков, срывая их с места, где они прожили всю свою жизнь, на самом деле неоднозначен. Тетя Элла прожила в Новосибирске всего полгода. Но она прожила их с сыном и была ухожена. То, что, кавычки, у Кати много достоинств, кавычки, говорит о многом. Какова была альтернатива? Трудно сказать. Возможно, в Баку она прожила бы дольше. Но была реальная опасность от соседей. Но даже и без этого, кто бы ухаживал за ней? Моя мама? Другие старушки, сами уже требующие ухода? Думаю, несмотря на то, что переезд, конечно, не продлил ее годы, он был абсолютно оправдан. Но принятие такого решения всегда означает будущее сомнение и постоянное оправдание себя в собственных глазах. Моя же мама переехала в Краснодар куда легче. Конечно, сыграла роль, что уже десять лет она жила фактически на два города, и Краснодар был ею «обжит» в кавычках. Он ей нравился, напоминал Саратов и тот счастливый период ее жизни. Разница в возрасте тоже была существенной. Тетя Элла оказалась в Новосибирске уже совсем разрушенной, а мама, будучи младше ее на четыре года, еще вполне активна. Второй ее переезд в Израиль, случившийся еще через пять лет, был для нее уже критическим. «Свое решение мне приходится оправдывать несомненным благом для моих детей, что не менее весомо. Я вовсе не уверен, что, отложив отъезд на годы из-за мамы, я не раскаивался бы гораздо больше». Дядя Гриша все-таки реализовал свою мечту. Он переехал в Израиль и привез в Израиль своих детей и внуков. После всего, что было в его жизни, в сухом остатке, оказалось это самое главное. К тому же раковые часы не шли бы медленнее в Баку. И вообще, это большой вопрос, является ли продление жизни самым важным, если за него приходится платить тем, что для человека составляет смысл самой жизни. Оставаться в Баку без детей и внуков ему было бы мучительно и бессмысленно. А если б не поехали и они, он бы этого себе не простил. Так что все правильно, все хорошо. Свою миссию, митцву, так это на иврите, он выполнил. Зихроно цадик левраха, благословенно память праведника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!